Армянский патриарх Иерусалима, архиепископ Нурхан Манукян 20 ноября, направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину. Как пишут армянские СМИ, Манукян просит Путина, внимание, вернуть города Шушу и Гадрут, а также храмы, церкви, часовни, хачкары и другие святыни армянской апостольской церкви, имеющие многовековую историю. С такой безумной просьбой армянский патриарх обратился к российскому лидеру, исходя из тех соображений, что и Иерусалим, один из тех исключительных центров, который имел и имеет свое влияние на общие геополитические процессы. Ну что тут сказать, наглость, граничащая с манией величия. Как передает блог ТВАС, об этом написал в своей статье Зульфугар Ибрагимов. Во-первых, сразу огорчим Манукяна, под понятием Иерусалим никак не подразумевается армянская церковь и армянские интересы, поэтому обольщаться армянам на этот счет не стоит. Во-вторых, на территории Азербайджана, и в частности, на прежде оккупированных Армении территориях, нет никаких следов так называемой многовековой истории армян, а тем более религиозных памятников. Где-то они, возможно, имеются, но не здесь. История армян на азербайджанской земле не превышает полутора столетий, но и в этом случае она не оставила никаких сколько-нибудь значимых следов. А всему, что было за годы оккупации сфальсифицировано и присвоено армянами, будет возвращен исконный облик после реабилитации, подвергшихся армянскому вандализму, памятников чужой истории. За это, носящий тюркское имя Манукян может не беспокоиться. Что же касается города Шуша, то просить Владимира Путина вернуть город, находящийся на территории другого, суверенного и независимого государства, это, мягко говоря, верхней почтительности и даже оскорбление российского лидера. Манукян думает, что своей безумной просьбой он унизил Азербайджан? Ничего подобного. Этим обращением он поставил в неловкое положение Россию. Кроме того, превращение средневекового азербайджанского города Шуша в так называемую древнюю армянскую святыню произошло буквально на глазах всего мира и всего-то за пару-тройку десятилетий. В-третьих, у армянской патриархии и Иерусалима есть, думается, более важные дела. Например, неплохо было бы ей заняться воспитанием своей паствы, которая чувствует себя, и в этом священном для многих религий городе выше и важнее всех прочих. Достаточно напомнить о нередких фактах безобразного поведения армянских священников в храме гроба Господня на Пасху, когда те пытаются присвоить чужие ценности и оказаться самыми-самыми. И даже больше два года назад представитель армянской патриархии вызвал скандал своими так называемыми разоблачениями благодатного огня. Удивительно, что после этого армянских священников вообще подпускают к святыне. Одним словом, Нинурхану Манукяну, в миру, называется погос, пытаться переписывать историю Азербайджана и ревизировать мирное соглашение. Не его ума это дело. И вообще, если его и других родителей армянских древностей что-то волнуют, пусть обращаются к Баку. И город Шуша, и Гадрут, и все албанские монастыри и храмы, сфальсифицированные за годы оккупации, это собственность азербайджанского государства. И только оно распоряжается своей собственностью, как бы не хотелось Нурхану погосу думать иначе. Продолжение следует...